Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим часто встречающиеся в практической игре окончания из русских шашек. Рассмотрим данное окончание 4х4, как говорится, не сложнее в мире, и при ходе белых, и при ходе черных. Если ход белых, то позиция черных защищается довольно просто. ФГ5, ФЕ5, Ж6, ЕФ4, АЖ7, ДЕ3. Если белые поставят дамку на Х8, просто ведем вторую дамку на поле Е1, затем отъедаем шашку С3 и достигаем ничей. Поэтому белым приходится ставить дамку на поле Ф8, тогда черные достигают ничей вот таким маневром. Жертвуем шашку, затем еще одну и выигрываем дамку. Затем черные проводят обе шашки в дамке и достигают ничей. Если же в этой позиции ход черных, то здесь уже достигнуть ничью сложнее. ФЕ5, ФГ5, и в этой позиции есть два хода ведущих ничей. АБ4, более сложная ничья, и более простая ничья, я считаю, СД4. В этой позиции белые размениваются, и здесь надо играть только ЕД4, остальные ходы проигрывают. Теперь белые играют АЖ7, и в этой позиции важно запомнить очень хитрый ход. Надо играть только АБ4. Почему? Потому что ДЕ3 хочется сыграть таким образом, то есть вести шашку ближе расположенную к дамкам, но в этой позиции белые легко побеждают. То есть нападаем, шашку жертвовать бесполезно, белые затем проведут все три шашки в дамке и легко победят. Поэтому черным надо отходить, белые снова нападают, снова надо отходить, и белые зажимают вот эти две шашки. То есть на ход АБ4 играем СБ2, но и черным просто некуда ходить, белые побеждают. Поэтому в этой позиции важно сыграть именно АБ4. В чем идея данного хода? Друзья, видите, белые не могут поставить дамку на поле Ф8, так как черные применяют такой довольно-таки стандартный, но симпатичный маневр. Жертвуем две шашки, и затем играем тихим ходом СБ2. Следующим ходом ставим дамку, и видите, белые никак не могут помешать черным достичь ничьей. Поэтому белым лучше всего в этой позиции поставить дамку на поле Х8. Теперь черные играют ДЕ3, и на ход ХЖ5 играют ЕФ2. Ну, жертвовать дамку и затем побить две шашки бесполезно, потому что черные успевают прорваться на ослабленном фланге белых, поэтому белым лучше всего вести вторую шашку в дамке. Ну, и здесь возникает ничейное окончание, то есть черные строятся вот таким образом, и хотя у белых две дамки, здесь белые не могут победить. Допустим, пошли сюда. То есть в чем суть? Белые не могут оставлять большую дорогу одной из дамок, потому что черные тогда жертвуют две шашки, либо ходом БЦ3, либо ходом СД4, и затем занимают большую дорогу. Поэтому белые вынуждены держать обе дамки на большой дороге. Если же белые попытаются как-то тут победить, то здесь возможен вот такой самый сильный вариант давления со стороны белых. То есть белые играют АБ2, черные играют БА7, ну и здесь белые играют БА3. То есть не дают черным жертвовать шашки, так как это приведет их к поражению. Поэтому черные здесь играют АБ8. И белые пытаются как-то активизировать свою шашку С1. То есть если они успеют провести ее в дамке, то они здесь победят. Но у черных есть четкая ничья. Нападаем, надо закрываться. И черные здесь жертвуют две шашки, занимают большую дорогу и достигают ничьей. Если же белые в этой позиции играют АЖ5, то тогда у черных помимо хода ДЕ3 есть еще вот такая возможность. Можно сыграть БА3 в этой позиции. То есть видите, дамку на Ф8 нельзя ставить, так как черные ее тут же поймают. А если белые ставят дамку на поле АЖ8, тогда играем ДЕ3. Ну и на ход Ж6 уже ведем вторую шашку в дамке. Теперь белые также проводят вторую дамку. Но здесь черные достигают ничейной гавани. Вот создается такая ничейная крепость. И в этой позиции, друзья, белые не могут победить. То есть будь шашка черных на поле С5, это позиция за черных проигранная. А при шашке на поле Д6, это позиция ничейная. Почему? Ну допустим, белые ставят дамку на АЖ8, чтобы не было вот таких каких-то жертв ничейных. Они будут атаковать вот этой дамкой. Ну здесь, возможно, единственная ловушка. То есть если белые будут пытаться занять нижний двойник, то черные просто нападают. И белые, видите, не могут остановиться на нем, потому что дамка их будет поймана. Поэтому надо уходить. Если же белые в этой позиции играют на поле либо Д8, либо А5, тогда черным надо играть на поле А7. Ну и если белые выжидают, все-таки остаются на верхнем косяке, важно запомнить, что в этой позиции нельзя играть БА7. То есть в одном из турниров на Гамблере гроссмейстер Баир Ренчинов проиграл так партию гроссмейстеру Венециусу Дамиру, бразильскому гроссмейстеру по бразильским шашкам. То есть Венециус Дамир напал с поля А7 и выяснилось, что эта позиция уже проигранная. Если черные жертвуют шашку, то создается проводка шашки С1, так называемое окончание. Кто не знает, как там выигрывать, подсказку оставлю в верхнем правом углу, это окончание выигранное. Если же черные отходят на поле С5, тогда белые вытесняют дамку черных и затем также форсированно выигрывают шашку С5. Ну и теперь давайте рассмотрим окончание вот такое, то есть если шашка черных на поле С5 попутно. То есть в чем смысл? Тут уже у черных проигранная позиция, то есть они не могут помешать белым проникнуть как раз вот на линии двойника. То есть в этой позиции белые просто выжидают, но у черных возможно несколько ходов. Если они, допустим, играют, ну допустим, на H2, то мы просто нападаем на шашку эту и затем ее съедим. Если же черные играют на поле С7, тогда мы нападаем с поля F2, черным надо закрываться. Ну и также, видите, белые форсированно выигрывают шашку С5. Поэтому в этой позиции, если черные, допустим, не ходят по верхнему двойнику, допустим, уходят на поле А7, тогда уже белые занимают верхний двойник и снова создается вот это вот окончание форсированное, то есть проводка шашки С1. Оно выиграно за белых. Также в этой позиции есть ничья за черных в следующем варианте. То есть мы сейчас рассмотрели защитные схемы за черных, а сейчас рассмотрим атакующие возможности белых. То есть если черные жертвуют шашку, здесь важно играть именно CD4. Ход ED4 здесь ведет практически к поражению черных. Здесь есть очень хитрая ничья. То есть в книге «Энциклопедия Эншпиля» Нижегородского гроссмейстера Максима Федорова сказано, что здесь после хода ED4 белые форсированно выигрывают, но на самом деле здесь есть тяжелейшая ничья. Мы ее сейчас рассмотрим. Белые играют GH6 и на ход DE3 играем HG7, ED2, ну и белые ставят дамку на поле H8. На поле Е1 ставить дамку бесполезно, так как белые форсированно побеждают, играют HG5, ну и на нападение просто играем GH6. Если черные играют на D8, скромно играем на поле G7 шашкой, ну и ведем эту шашку в дамки. Если же черные играют на поле Е7, ну тогда выжидаем, допустим, в этой позиции. Черные, допустим, играют на поле D8, то есть не дают провести шашку из-за размена белой дамки, поэтому здесь мы играем на поле B2, ну и допустим, черные играют на H8, теперь уже играем дамкой на C1. То есть грозим постепенно отъесть вот эти шашки нападениями либо с поля Е3, либо с поля F4. И если теперь черные занимают большую дорогу, то нападаем шашкой с поля Е3 и на защиту просто уходим дамкой на поле G1. Ну и постепенно выигрываем. Поэтому в этой позиции черным надо ставить дамку только на поле C1. Ну и здесь есть шанс все-таки достичь ничьей. Белые играют дамкой на поле B2, очень сильный ход. И у черных все ходы проигрывают, кроме единственного хода, надо играть дамкой на поле Е3. Теперь белые нападают дамкой с поля C1 и черным надо отходить. Они играют дамкой на поле F2 и все-таки в этой позиции могут достигнуть ничьей. То есть на ход HG5, это сильнейший ход данной позиции, черные играют именно CD4. И обратите внимание, что и такое нападение, и такое нападение. На любое нападение черные просто играют дамкой на поле H4, затем бьют на поле F6, занимают большую дорогу и достигают ничьей. Поэтому белым в этой позиции у них есть два хода. Либо играть G6, либо играть AB6. AB6 более сильный ход. То есть на ход G6 черные просто ведут свою шашку в дамки и белые здесь ничего не могут сделать, этому противопоставить. То есть на такой ход просто идем в дамки, на постановку дамки, ставим дамку на A1 и черные достигают ничьей. Но в этой позиции есть очень сильная ловушка. За белых надо сыграть AB6. Теперь черные играют DC3 и белые играют BA7. И друзья, в этой позиции хочется сыграть CB2, а этот ход неожиданно проигрывает. То есть белые ставят дамку на поле B8. Видите, грозят побить либо шашку и дамку, либо две шашки. То есть такой ход ведет к поражению черных. Поэтому черным приходится отходить. Теперь белые снова нападают. Снова нельзя ставить дамку и нападать, потому что белые выигрывают. Приходится закрываться. Ну, теперь белые скромно жертвуют шашку. Ну, и куда бы черные не побили, они здесь проигрывают. То есть если они бьют на H8, то создается столбняк. Если же они бьют на поле G7, тогда бьем на поле H8. Ну, и также создается столбняк. Белые легко выигрывают. Но, друзья, в этой позиции все-таки была ничья за черных. Надо было сыграть дамкой на поле G1. И теперь на постановку белыми дамки играем скромно дамкой на поле D4. Ну, и как бы белые не побили, затем играем CB2. Проводим вторую шашку в дамке и достигаем ничьей. Друзья, мы выяснили, что после хода дамкой на поле E3 все-таки есть ничья. Если черные снова в этой позиции ошибаются, допустим, играют на поле H8, то белые здесь закономерно побеждают. То есть играем дамкой на поле C1. Ну, и здесь надо играть на поле F8 дамкой, то есть не давая такого нападения. После хода дамкой на F8 белые нападают в поле F4. Ну, и черные пытаются второй шашкой пройти в дамки. Но у них здесь ничего не получается. То есть белые бьют на поле C7. И теперь, если черные играют на поле E3, тогда белые нападают. Надо отходить. И белые красиво жертвуют дамку и выигрывают ударом по затылку. Если же черные играют на поле C3, тогда играем дамкой на поле F4. То есть ограничиваем шашку черных от похода в дамки. И на нападение просто играем HG5. Ну, и белые проводят либо шашку G5 в дамке, либо шашку опять в дамке. Затем выигрывают шашку C3 и побеждают. А единственная ничья после жертвы шашки все-таки в этой позиции есть. Надо играть именно CD4. То есть мы выяснили, что E4 играть очень плохо. Там у белых очень хорошие шансы на победу. Но после CD4 все-таки можно достичь ничьей. Теперь белые играют на АБ6, просто играем ДЦ5. Затем размениваемся и достигаем ничьей. Поэтому надо играть Ж6. Теперь черным надо играть ДЕ3. И у белых есть два варианта. Если белые играют АЖ7, тогда мы играем ЕF2. Теперь на постановку дамки, допустим, на поле H8, черные отходят ходом ЕF4. Ну и если белые, допустим, нападают здесь, заходят в любки, то просто играем ФЕ3. Белые, допустим, бьют. Ну и ставим дамку на поле Е1. Нет, даже не на поле Е1. Играем ЕД2. Затем постепенно проводим обе шашки в дамке и достигаем ничьей. Белые здесь не могут победить, потому что у них шашки отсечены от походов дамок. Если же белые в этой позиции играют АБ6, то снова играем ЕF2. Ну и у белых снова есть два варианта. Допустим, играем БА7. Черные ставят дамку. АБ8, обратите внимание, тут играть бесполезно, потому что черные играют дамкой на H2. Грозят следующим ходом разменять дамку белых и достичь ничьей. Поэтому белые вынуждены отходить. И черные снова грозят разменять дамку. То есть, если еще раз повторяется позиция, допустим, белые как-то попытаются таким образом. Ну, здесь нельзя, да. То есть, белым надо отходить, но и все-таки партия заканчивается ничьей. Поэтому в этой позиции белым лучше не ставить дамку, а играть АЖ7. Теперь черные играют ЕФ4. Ну и на постановку дамки они здесь играют ДЦ5. Именно таким образом. Теперь в этой позиции белые играют дамкой на поле А1. То есть, выжидают, что предпримут белые, вернее, черные. И черным здесь необходимо разменять шашку АЖ4. И здесь они все-таки достигают ничьей. Потому что, ну, на постановку дамки белые просто разменяют шашку А3. Такой ход невозможен. А если белые играют, допустим, дамкой на С3, ну, просто выжидаем. И на постановку дамки жертвуем шашку. То есть, в эту сторону бить нельзя. Белые разменяют свою шашку, и черные достигнут ничьей. А если белые бьют дамкой, то занимаем большую дорогу, и снова ничья. Друзья, если вам понравилось данное видео, пожалуйста, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, можете поделиться этим видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если что-либо неясно, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. Увидимся на шашечных баталиях. Продолжение следует...